Доброго времени суток всем! С вами Лариса и дилетанты на Ликийской тропе. Сегодня я вам расскажу немного истории и о том, какие перипетии и какие приключения у нас случились в Адрасане. Куда мы забрались и что мы видели. Но все по порядку. Наш путеводитель, наша ролевая Ксения, посмотрев маршрут в Викилок, сказала, прогуляемся полтора часа и затем вернемся домой. Но началось с того, что мы проехали поворот на троса. Но зато увидели вот такие прекрасные горы со смотровой площадки около Кумлоджа. Кумлоджа вы проезжаете, когда едете в Демре Мира Кекова к Святому Николаю. Эти горы я вам еще покажу только с другой точки. Зима, дожди, полноводные реки. Поэтому нам который раз приходится преодолевать, преодолевать вот такие препятствия. Ну, в этот раз небольшие. Ничего не меняется. Продолжаем преодолевать водные препятствия. В этот раз без резиновых сапог. Аккуратно. Пожалуйста. Успешно перейдя речку, мы направились по этой дороге по направлению Мусаадак. Так называют эту гору в интернете, то есть гора Моисей. И совершенно я даже не предполагала, что мы будем забираться на тот холм. И что на нем располагаются руины древнего поселения. И есть еще даже остатки девичьей башни, девичьего замка, который по-турецки называется Кыз-Колеси или Адрасан-Колеси. Ксюша. Селимы, Ликейцы, Римляне правили в регионе. А с 1207 года начинается османский период, когда на эти земли пришли сельжуки. Сельские жители, возделывая свои земли, до сих пор натыкаются на древние кварталы, которые покоятся под археологическим слоем земли. А мы тем временем дошли до стен девичьей башни. Вот какая здесь кладка. Я, конечно, была очень удивлена, увидев здесь такие древние постройки. Я была не готова к таким сюрпризам. Часто вокруг таких мест слагают мифы и легенды. И согласно одной легенде, этот замок был построен византийские правители, который остерегался предсказанию, что его дочь умрет в 19 лет от укуса змеи. Построив этот замок и заточив дочь в самую высокую башню, отец не уберег дочь. В 19 лет он устроил большой пир, на котором дочери была преподнесена корзинка с виноградом, из которой потом ночью вылезла змея и смертельно укусила дочь. А отец бросается с самой высокой башни и разбивается о скалы. А мы тем временем посидели и перекусили сладкими вкусными мандаринами, которыми нас угостили турки, поднимавшиеся следом за нами. И с высоты полюбовались главной достопримечательностью курорта – лазурной бухтой в форме подковы с шикарным галичным пляжем протяженностью более двух километров. А замок использовался и во времена Османской империи. И влияющий Либи османский путешественник, посетивший Адрасан в 1655 году, пишет, что замок только что отремонтировали и что в провинции Теке нет замка лучше. Это фото я нашла в интернете, но ничего подобного мы там не встретили. Попрощавшись с нашими турецкими попутчиками, мы стали подниматься выше. Они пожелали нам Калайгель-сын с явным видом, что это Crazy Russian Woman. Что это здесь такое? Погребочек. Какой? Винный. А, винный погребочек. Понятно? Вот смотрите, какие здесь. Как оказалось, здесь не один замок, а выше от Кискулюси замка находится еще и второй замок. Его называют Сидарус, либо замок мальчиков. В Адрасане царит атмосфера сельской жизни. Как выращивали виноград, апельсины, мандарины в древние времена, так их и выращивают до сих пор. Наплыв отдыхающих здесь невысок. И поэтому вас ждет спокойный отдых. И удивительно, что в Адрасане который год проводят мастер-классы и семинары по йоге. А на нашем пути, кроме камней и булыжников, попадались вот такие погребальные крышки и камни. И чем дальше мы поднимались, тем больше осознавали, что это уже не поход дилетантов, а целое настоящее восхождение. Первый раз мы поднимались так долго, по достаточно крутому подъему. Интересные камни, правда? Девочки там координируют наш путь по программе Вики Лог. Вот оттуда мы поднимаемся. Это крепость к Искулесе. И внизу остался Адрасан. Адрасан. Слово, скорее всего, лувийского происхождения и похоже на имя Адрасас. Адрасас, что на лувийском языке означает земля, мать-богиня. Хотя впервые в документах, датируемых 1400 годом нашей эры, название города упоминается в формате Адрасас. И какое-то время после 1960 года его переименовали в Чавушкой. Но это название не прижилось. Уже подкосились ножки, ноженьки. Это, конечно, страшно. Такой обрыв. Ну-ка, сейчас посмотрю туда. Вот туда. Скалы. Причем они острые камни. Обрыв обрывом. Страшно-страшно. А сфотографироваться надо. Ну вот туда я уже боюсь. Туда я уже боюсь. Вода в бухте кристально чистая. Видимость достигает 25 метров. Поэтому часто посещают любители подводного плавания. А вы не поверите. Нам надо еще выше. Давай, давай. Вот таким вот. Скалом. Девчонки молодцы. Говорят, не надо спортзала. Так что, если хотите, приезжайте. У нас здесь место спортзала. И вот вдали снежные горы, которые видели около Кумлоджа. Ну вот. И это еще не все. Вот такие булыжники. Причем они очень-очень острые. За один схватилось. Он как-то стоял непрочно. Попадаются еще пирамидки. Пирамидки попадаются, но редко. По которому все-таки можно ориентироваться. Но мы пользуемся программой Вики-Лог. Там вдали... Я здесь. Девочки беспокоятся уже. Там вдали слышен барабан. Провожают кого-то в армию, скорее всего. Навстречу нам попалась машина с целым кортеджем и с флагом турецким. Здесь это очень почитаемое событие. Ну вот, в общем-то, почти по таким ответственным скалам мы и ползем. Уже, да, не скажешь, что это тропа дилетантов. Но мы совершенствуемся. Впереди еще вершины. Девочки, вон там уже. Передохнули. Подниматься стали. Все, уже руки дрожат. Это час пути почти на четвереньках. Палочки уже не используются. Спуск будет нелегким. Но мы об этом еще не думаем. Еще гараж впереди. В принципе, куда? В принципе, поддем. В принципе. Вижу цель, не вижу препятствий. Лариса ханым. Афин дым. Ну вот мы дошли до этих камушков. До этой высоты. Туда идти еще очень высоко и далеко. Время уже поджимает. На сайте было написано полтора часа. Программа давала этот маршрут. Но мы не укладываемся в эти полтора часа. Мы уже, наверное, поднимаемся. Уже два часа, наверное, мы поднимаемся. Полтора часа нам туда и обратно. Не получается. Ну а это наш спуск. Более-менее удачный. Без всяких приключений. И я, собственно, персоной. Ну, на этом я заканчиваю рассказ о нашем экстремальном, самом сложном восхождении 2021 года. Конечно же, мы отдохнули. Вот, видели на скамеечке. И поехали на машине домой. До Кемера, 55 километров от Адрасана. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всего вам доброго. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду рада ответить на все ваши вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok